Я хотел рассказать немного о своем кабинете. Я здесь с 2004 года работаю. Это уже получается 17 лет, больше 17,5 лет. Здесь какие особенности? Ну, во-первых, пол он такой же, как был. Во-вторых, кондиционер тоже не менял. Как я его помню, я его, кстати, ставил еще в 2003 году. Далее, потолки тоже, они вот такие, не менял я их абсолютно. Изначально, знаете, кабинет планировался вот до суда сделать, ну, потому что тут столб стоял. Мы хотели вот так вот. Но потом я что-то пришел, посмотрел, говорю, да ладно, давайте тут добавим, в чем хотя бы, о том, какой-то прямоуголь формы совсем был бы такой, знаете. Тут все-таки он больше квадратной формы. Потом мы провели вентиляцию. Это позже, это буквально вот несколько лет назад произошло. Потом, когда эра онлайн стала развиваться, когда мы пошли в другие города, очень важно стало общение, поэтому поставили сюда телевизор, поставили сюда очень хорошую акустику, аудио. Здесь она у меня еще там колонки под столом стоят. Вот. Ну, все. Потом доска, ну, доска тоже тут висела. Относительно недавно ее сделали. Рисуем не так часто, но бывает, что называется там. Раз в день, как правило, что-то там, какие-то схемы рисуем, бизнес-процессы. Вот. Также еще интересно из этого. Это очень давнишний флажок. Флажку этому уже больше, по-моему, 10 лет. Он тут все время стоит. Вот. Но самый интересный экземпляр этого кабинета – это вот эти две ручки. Причем самое интересное – это вот это. Я хотел про нее рассказать отдельно. Ей 14 лет, этой ручки. Мне ее подарили в 2007 году мои одногруппники на 27-летие. На мое. То есть у нас это было 14 августа 2007 года. Вот. И она у меня с тех пор так стоит. Я потом, знаете, ее несколько раз пытались взять. Ну, бывает, знаете, приходят там, попишут, попишут и уходят. Но вот смотрите, что я тут сделал в итоге. Я вот такую надпись написал. Если вы нашли эту ручку, позвоните там по номеру телефона и просьба вернуть за вознаграждение. Вот. Можете себе представить. Все. И всегда возвращают. Денег никто не берет. То есть поэтому ручка, она здесь находится. И все нормально. Вот такой вот маленький опыт. Далее, что еще интересного у меня в кабинете. Не менялось кресло с 2004 года. А кресло, кстати, вообще даже она еще раньше, еще раньше было. А сам стол, теперь самое важное, он 2001 года. То есть мы когда еще были в старом офисе у нас там на Республике 61, он у нас уже, это стол был. И вот, получается, прошло уже 20 лет. Да, 20 лет. Вот стол. И я еще его 20 лет менять не буду. Потому что он классный, он функциональный. Смотрите, он как новенький, блестит, что называется. Кстати, вот эти стулья, три, на которых я сижу, вот это тоже они где-то 2002 года. Но еще, как вы заметили, у меня двери нет в кабинете. Я ее тоже убрал. Потому что, ну зачем она нужна? Сейчас у меня вообще в плане, думаю, вот эту всю стену что ли убрать. Вот. Часы у меня здесь. Я их специально повесил в самый уголок, чтобы на них не смотреть постоянно. Но если мне надо, я вот сижу, глаз бросил, посмотрел. Вот это тоже такой нюанс. Микрофон классный, вот. Это тоже вияние времени, он реально прикольный. Я его всем, кстати, рекомендую. Тут регулируется громкость. Вот так нажимаешь, включаешь его. Тут формат выбираешь. Либо вот так вот, если я один говорю, он вот так вот. Можно вот так вот сделать такой режим. И он будет вокруг звук брать. Можно взять режим, он будет брать не вот метре, а там в трех метрах от тебя. Вот так вот по кругу все. То есть, ну тоже звук, если честно, идеальный. Думаю, там, когда иногда меня по видео смотрят, видишь, что звук хороший. Поэтому на этом не сэкономили. Тысяч 15 стоит, если не ошибаюсь. Вот. Что еще из особенностей кабинета можно отметить? Там, наверное, все. Такого основного. Ну, самое главное, те решения, которые здесь принимаются, они все-таки позволили компании достаточно эффективно развиваться. Вот, наверное, если в двух словах, как все у нас тут происходит. Спасибо.